здравствуйте дорогие рукодельницы сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом своим мастер-классом по созданию вот такого цветка лилии из которого впоследствии можно собрать очень красивую большую ветку которая будет радовать вас и ваших близких в течение долгого времени для создания своей лилии я использовала иранский фон цвет шампань для листиков я также использовала иранский фон цвет морской зеленый и так приступим для того чтобы изготовить листики я пользуюсь шаблоном то есть вот шаблон листика лепесточка а сделан он на основе живого лепесточка поэтому он такой объемный большой то есть высота лепесточка 10 сантиметров берем наш шаблон прикладываем к фоамирану и обводим кому чем удобно мне это удобно делать шпажкой для одного цветочка нам понадобится 6 лепестков поэтому мы их и обводим то есть мне удобно работать когда фон сложен двое во всяком случае меньше время тратится на обводку и вырезание лепестков вот таким образом мы обвели вот наши лепестки они видны берем ножницы и аккуратненько их вырезаем вот такие замечательные лепесточки у нас с вами получились теперь для того чтобы наш лепесточек был более живым натуральным нам нужно обработать его на ноте здесь у меня есть маленький секретик покупая обычный молд магазине рукоделия я дома дорабатываю его силиконовым вайнером вот такой у нас молд достаточно хорошие четкие прожилки и к нему я делаю сама силиконовый вайнер как делать вайнер вы можете поискать на ютюбе ничего сложного в этом нет для чего я это делаю когда мы обрабатываем лепесток на молде и вайнере у нас лепесток получается с прожилками с двух сторон он более натуральным и так мы берем лепесток прикладываем его на несколько секунд к утюгу выкладываем лепесток на вайнер и прижимаем молдом делать это нужно достаточно сильно чтобы отпечаталась все со всех сторон и смотрим смотрите у нас внутренняя сторона выгнута у лепестка и наружная сторона смотрите все жилочки все у нас видно так мы обрабатываем все лепестки и так наши лепесточки уже все обработаны на молде имеют достаточно красивую хорошую структуру и для того чтобы нам больше подчеркнуть нашу структуру лепестка и чтобы все таки он не был однородным и цветным мы будем его тонировать тонирую я масляной пастелью в данном случае это 209 цвет берем губку лепесток и начинаем тонировать тонируем легкими движениями начиная с серединки к верху таким образом мы подчеркиваем все прожилочки которые у нас есть которые мы отжали достаточно видите вот такой лепесток у нас получается после того как мы с вами затонировали лепесток с наружной стороны нам нужно точно также затонировать его из внутренней потому что наш цветок открыты его будет видно со всех сторон ну и дабы он был более похож на живой точно такими же движениями мы обрабатываем наш лепесток с внутренней стороны таким образом мы обрабатываем все наши шесть лепестков мы обработали наши лепесточки с двух сторон и теперь мы с вами будем для того чтобы наши цветочки имели какую-то гибкость когда мы будем их собирать приклеивать литом и чем хорошо то что мы обрабатывали с вами на молде и на вайнере что у нас вот эта прожилочка глубокая с внутренней стороны позволяет нам абсолютно спокойно без каких-то препятствий наклеить литом литом мы будем наклеивать беленький впоследствии мы его затонируем и так берем клей любой я пользуюсь космопеном можно можно пользоваться любым супер клеем наносим клей прикладываем литончик и во избежание того что вы пострадали наши пальчики чем-нибудь прокатываем в данном случае у меня силиконовый клей для пистолета и так смотрите вот что у нас получилось таким образом мы наклеиваем все литоны после того как мы наклеили все литоны с вами мы будем продолжать тонировку лилия у основания лепестка имеет зеленоватый цвет поэтому мы берем наш лепесток берем пастель в данном случае номер 232 мне очень нравится очень натуральный цвет наносим на губку и начинаем тонировать точно так же поступательными движениями с двух сторон вот такой вот лепесток у нас получается таким образом обрабатываем все шесть лепестков наши лепестки с вами уже готовы мы можем отложить их в сторонку и заняться пестиком и тычинками пестики и тычинки в лилии могут быть разные вы можете изготовить их как самостоятельно так и приобрести уже готовые магазине что я хочу сказать самостоятельно я пробовал их изготавливать получается очень хорошо но это достаточно трудоемкий и не очень быстротечный процесс поэтому я предпочитаю покупать уже готовые тычинки и пестик в магазине изготовленные из холодного парфора это достаточно хорошо экономит время особенно если у вас работа очень объемная и вам нужно очень много пестиков и тычинок для одной лилии нам понадобится шесть тычинок и один пестик у моих готовых пестика и тычинки основание литон и что не очень подходит к моему цветку поэтому мы их затонируем берем опять-таки пастель 232 наносим на губку берем наши тычинки и тонируем их титра стране распределяется очень хорошо то есть очень натурально не неравномерно где как получается вот так точно так же мы поступаем и с пестиком итак мы затонировали пестики и тычинки теперь мы их соберем а у лилии пестик чуть чуть выше чем сами тычинки где-то вот таким вот образом мы берем тейп и соединяем наши тычинки с пестиком чтобы они у нас не разваливались достаточно немного вот что у нас получается так на данном этапе все теперь чтобы наш лепесток был более живой ему можно придать немножко живую форму можно это сделать немного разогрев края на утюге и вот так вот потянуть придать волну можно иранский форм хорошо тянется и так смотрите вот мы получаем немножко волну не переусердствуйте буквально чуть-чуть мы придали эту волну чуть-чуть потянули и наш листик становится более живой после того как мы оживили с вами все наши листики мы можем непосредственно приступать к нашей сборке сборку мы начинаем с пестика тычинок и листика у лилии три листика расположены сверху и три снизу и так берем клей пистолет можно это делать и обычным космопеном либо супер клеем кому как удобно берем клей пистолет и приклеиваем наш первый листочек к основание теперь берем второй таким же образом приклеиваем к пистику и тычинка ну и у нас с вами остается верхний третий приклеиваем его также вот что у нас с вами получается теперь между вот этими листиками наклеиваем оставшиеся три чтобы они закрывали наше пространство вот таким образом прижимаем чтоб все хорошо приклеилось чтоб у нас потом ничего не отваливалась остался у нас последний листик вернее лепесток вот так после того как мы все склеили дадим минуточку полежать и хорошо взяться нашему клею наш клей подсох и теперь мы можем работать дальше с цветком нужно расправить все наши листики придать цветку форму расправить все наши тычинки так чтобы они имели вид пестик тут уже полет вашей фантазии придаем цветку форму и вот что мы имеем у нас получилось вот такая лилия достаточно я считаю хорошие прожилки хорошо видна тонировка и с цветком пока мы можем работу закончить сейчас мы с вами приступим к изготовлению листика для нашей лилии берем шаблон вот наш листик и обводим его на фоамиране для одного цветка можно использовать 2-3 листика то есть это уже по желанию как вам будет удобно интересно как вы посчитаете нужно обвели и вырезаем после того как мы вырезали наши листики нам опять таки нужно обработать их на молзе и опять та же история то есть вот молд листика и вот силиконовый вайнер который я изготовила к этому молду и так берем наш листик прикладываем к утюгу на вайнер и прижимаем нашим молдом вот такой вот замечательный листик у нас получается таким образом мы обрабатываем с вами все листики которые мы будем делать чем больше мы прижмем тем лучше у нас будет отпечаток вот смотрите и опять таки отпечаток двухсторонне далее можно немного затонировать наши листики опять таки 232 постели чтобы придать им немножко другой оттенок и подчеркнуть нашу структуру тонируем опять таки с двух сторон ну вот наши листики готовы теперь нам нужно с обратной стороны на наш листик приклеить зеленый литон для того чтобы мы могли этот листик потом закрепить на нашей веточке берем клей литон и то чем мы собственно говоря отжимаем этот клей прокатываем и даем немножко высохнуть клею наш цветок и наши листики готовы теперь мы будем собирать вместе итак берем тейп начинаем обкручивать у основания нашего цветка вот таким вот образом по мере обкручивания нашего цветка мы прикладываем наши листики тут уже полет вашей фантазии сколько хотите в каком угодно порядке как вам нравится и прокручиваем нашу ножку итак у нас с вами готов цветок поправляем все листики листики печеньки то есть вот такая лилия у нас с вами получается теперь из этой лилии можно собрать веточку из нескольких цветочков которая будет радовать вас круглый год вот смотрите какая композиция из цветочков здесь 13 цветочков высота веточки где-то сантиметров 80 и вот такая красота будет вас радовать в третьей вот как мы а в в в в мы в Продолжение следует...